Российский Т-90 и американский Эбрамс. Человек непосвященный может подумать, что это машины разных классов. Т-90 значительно легче американца. 47 тонн против 64. Он гораздо компактнее, да и выглядит не столь впечатляюще. Однако на мировых рынках оружия эти машины прямые конкуренты. И это объясняется их схожим боевым потенциалом. Сегодня оценить защищенность машины простым сравнением толщины брони нельзя. Нужно знать, из чего она состоит. В броне Эбрамса используется обедненный уран, а на Т-90 встроенная динамическая защита. По утверждению американцев, лобовая броня Эбрамса доказала свою надежность во время войн в Ираке 1991 и 2003 годов. Она выдерживала попадание советских бронебойных снарядов калибра 125 мм. При этом не говорится о том, что речь идет о боеприпасах, снятых с вооружения еще в 1973 году. Более того, современными снарядами по Эбрамсу тогда не стреляли. Лобовую броню Т-90 во время испытаний обстреливали новейшими подкалиберными кумулятивными снарядами, равными по эффективности самым современным снарядом 120-мм пушки Эбрамса. С расстояния 200 метров по танку было выпущено 6 снарядов. После этого машина своим ходом прибыла на смотровую площадку. Затем без проведения ремонта борт Т-90 подставили под удар усовершенствованных гранатометов. Результат тот же. Броня не пробита. Повреждены только бортовые защитные экраны. В то же время в ходе боев в Ираке в 2003 году борта Эбрамса пробивались из РПГ-7 гранатами даже самых первых образцов. В Ираке выявилось слабое место Эбрамса – вспомогательная силовая установка танка, обеспечивающая работу всей электроники в момент, когда основной двигатель заглушен. Её легко поразить из крупнокалиберного пулемёта. У Т-90 ВСУ находится под основной бронёй. Кроме того, Т-90 даже в стандартном исполнении оснащается комплексом оптико-электронного подавления штора. Эта система уводит ракеты противника в сторону. У Эбрамса такого оборудования нет. В дуэльной ситуации американский танк вряд ли сможет противостоять управляемой ракете Т-90, запускаемой через гладкоствольную пушку. Рабочая дистанция Т-90 – 5 километров. Точность стрельбы в этом случае приближается к абсолютной. Ракетой можно стрелять с места и в движении. К тому же для её использования не требуется каких-либо особых навыков наводчика. Мощность пушек в Т-90 и Эбрамса примерно равнозначна. Бронепробиваемость отечественного снаряда с сердечником из Вольфрама ничем не уступает своему конкуренту – американскому снаряду с сердечником из обеднённого урана. Подобные снаряды были разработаны и у нас, но они крайне вредны для экипажа. Их серийное производство было отложено на чёрный день. Танк должен уметь уничтожать не только бронированные цели, но и, как говорят военные, танкоопасную живую силу, то есть гранатомётчиков и расчёт их тур. В этом Т-90 значительно превосходит Эбрамс. В боекомплект нашего танка входит осколочно-шрапнельный снаряд с дистанционным подрывом. Его можно взорвать прямо над головами вражеских солдат или даже вблизи боевого вертолёта. Подобных снарядов у Эбрамса нет. Долгое время, не без помощи западных военных журналов, считалось, что электроника и оптические приборы наших танков, мягко говоря, несовершенны. На самом деле, комплекс управления огнём Т-90 ничем не уступает натовским аналогам. Более того, этому танку принадлежит неофициальный рекорд точности и скорострельности стрельбы. На одной из демонстраций иностранным делегациям наводчик Т-90С за 54 секунды поразил 7 реальных целей, расположенных на дальностях от 1,5 до 2,5 километров, ведя огонь в сходу на скорости в 25 километров в час. Официальный рекордсмен немецкий «Леопард-2» в сходных условиях поражает на одну цель меньше. Благодаря управляемым ракетам Т-90 обладает самой длинной рукой в танковом мире. Ранние варианты Т-90 уступали «Эбрамсу» по подвижности. С появлением тысячесильного двигателя наш танк практически сравнялся с «Эбрамсом» по этому важнейшему показателю. А по проходимости эти два танка вообще нельзя сравнивать. На выставке вооружений в Абу-Даби в 93-м году «Эбрамс» разулся, потерял гусеницу на обычном косогоре выставочного танкодрома. Наш танк на конкурсных испытаниях прошел почти 3000 километров по непроходимым малайским джунглям, по бездорожью, в котором застряли все его конкуренты. Он великолепно показал себя и в ходе марша по индийской пустыне Тар, в жаре, превышавшей 50 градусов. Непременное требование к боевой технике будущего – высокая информатизация машин. В ближайшем будущем на Т-90 установят новую аппаратуру спутниковой навигации. Таким образом, «Эбрамс» лишится своего последнего преимущества перед нашим танком. На сегодняшний день Т-90 превосходит «Эбрамс» по большинству показателей. Но их заочные соревнования заканчиваются. Возможности их модернизации практически исчерпаны. На поле боя вскоре выйдут танки следующего поколения.